В выставочном центре многолюдно. Здесь проходит региональная ярмарка вакансий. Самые почетные места гостеприимные южане предоставили работодателям из северных регионов. Около 60 представителей из Костанайской, Павлодарской, Североказахстанской, Восточно-Казахстанской областей предлагают 1785 вакансий от 636 работодателей. Жительница Тулькубасского района Людмила Демисинова историк по образованию. Ищет работу. Если в Северном Казахстане предоставят еще жилье, она готова переехать с семьей. Пока записалась на учителя, но там буду смотреть, думать к учебному году. Североказахстанская сейчас. Я сейчас договор заключил 8 семей. Изъявили желание ехать к нам. А какие условия? Условия первые. От государства будет первоначально даваться им как субсидии помощь для переезда на каждую члену семьи по 70 тысяч тенге. Второй там будет по 48 или по 50 тысяч тенге. На каждую члену семьи будет выдаваться как субсидии в течение года. Но мы решили так. Сделали предложение, чтобы этот второй, который дает на аренду жилья, на год дается, на аренду жилью, чтобы собрать эти деньги, отдать хозяину, чтобы он купил дом. Житель Сайрамского района Нурмаханбет Мирзанов о предоставляемых льготах для переселенцев, а также о плодородной земле края, знает не понаслышке. Труженик уже был в северных областях. На ярмарку приехал не один с родственником. Вот сейчас молодые семьи не могут найти работу. Живут на съемной квартире. Им поехать бы и начать в новом месте новую жизнь. Ведь по программе «Дорожная карта занятости-2020» переселенцев обеспечивают постоянной работой. Государство со своей стороны дает подъемные. Детей можно устроить в детский сад, школу. И с жильем помогут, землю дают. Я вот решил повезти двоих сыновей. Понравится, переедут с семьями. Только там необходимо трудиться. Выпускники учебных заведений также стараются не упустить возможности, предоставленные региональной ярмаркой. Молодой ветеринар Алтенбек Ельгезеев уверен, что найдет работу, ведь его профессия востребована на селе. Недавно женился. У меня жена также ветеринар. Сейчас знакомлюсь с условиями работодателей с северных областей страны. Условия хорошие. В крестьянские хозяйства нужны ветеринары. Да и с жильем обеспечат. И на первых порах местная власть поможет. А те, кто хочет остаться в Шемкенте, могут претендовать на работу в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства, а также производственной и государственной сферах. Есть не только спрос, но и предложение. Свыше 200 местных работодателей предлагают 2,5 тысяч мест. На региональной ярмарке в Акансии была организована выставка готовой продукции участников программы «Дорожная карта занятости-2020» и проекта «Уэрлеу», получивших микрокредиты и открывших собственное дело. Шенар Уразова, Амонта Ульбеков, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Отрар».